Приветствую вас, друзья! Вы находитесь на канале Есть Вопрос, и сегодня мы говорим про набор Kodi Rookie. Вы скажете, почему второй раз все очень просто. Вышло обновление, и пользователи стали задавать вопросы. Почему перестал работать режим программирования? Помните, что у этого робота есть три режима работы, точнее, у программного обеспечения. Первый – это прямое управление, когда с помощью вашего смартфона вы можете управлять этим роботом, как игрушкой пользоваться или в других целях. Второе – это когда мы рисуем пальчиком некую траекторию, и робот уже на столе начинает выполнять движение по этой траектории. И третье – это самое полезное – это программирование. Так вот, два первых пункта работают, а третий нет. Почему? Потому что было обновление. Логично. Соответственно, нам нужно сейчас обновиться. Так вот, как это сделать, я вам объясню. Погнали! Итак, для самого начала нам необходимо его распаковать. Я храню этого робота, потому что он новый, в упаковке. Поэтому вот, если вы тоже только приобрели, вам необходимо его обновить. Делаем следующее. Достаем коди, коди, добираемся до роки. Вот так я его соединю. В пакетике у вас есть шнурок. Я распаковывать не буду, потому что у меня есть удобный шнурок всегда на столе. Это убираем. И, собственно, берем USB шнур. Подключаем в коди. Я думаю, это можно и без роки сделать, но у меня будет так. Далее, что нам необходимо подключить к ноутбуку. Что вы выберете, здесь неважно. Либо у вас на macOS будет работать, либо на Windows. У меня самый популярный в России вариант. Это операционная система Windows. Загружаем компьютер и ждем, когда он загрузится. Заходим на сайт. Сайт называется mbot.cc. Вот здесь будет подсказка. Вводим в браузере. И ожидаем. Сейчас, друзья, смотрите. Переходим в пункт Download. Это верхняя строка. И правее выбираем. Загружается этот пункт. И здесь просто выбираем операционную систему, для которой нам нужно программное обеспечение последнее. Конечно же, потому что через программное обеспечение мы скачаем прошивку. Все, я его выбрал. Скачиваю. Ожидаем. Итак, все у нас скачалось. Теперь остается самое простое. Установить либо через браузер, либо через загрузки. Мы открываем его и устанавливаем любимым вам способом. Можете читать, можете тут углубляться. Я просто далее-далее для ускорения процесса устанавливаю его. Все. Установлено. Программное обеспечение. Осталось его только загрузить. Открываем. Дожидаемся загрузки. Все. Прекрасно у нас получилось. Смотрите, что важно. Сейчас здесь ничего не разглядываем. Нам важно найти пункт обновления. Для этого сейчас я подключу кодеройки. Все. Далее захожу, посмотрите, в нижний левый угол. Там есть желтым цветом выделено обновление. Видите, программное обеспечение на русском языке. Нажимаем кнопку обновить. Сейчас обновление прогружается. Сейчас оно загружается на нашего коди. Дожидаемся окончания. Не выдергиваем шнурок. Лучше обеспечить постоянное питание вашему ноутбуку и не баловаться с коди во время установки обновления. Все. Прошивка обновлена. Давайте проверять. Поскольку я знаю, что через Windows у меня точно все работать будет, я не буду ваше время тратить. И сейчас покажу вам работу его через программное обеспечение, которое, собственно, установлено на мобильный телефон. Хочу обратить внимание на что. Те пользователи, которые пользовались программным обеспечением совсем недавно, сейчас на экране увидят, как оно выглядело. Оно называлось MakeBlock и сейчас через это программное обеспечение вы, к сожалению, не сможете программировать. Вам программа самостоятельно предложит скачать другое программное обеспечение. Вот сколько раз я это слово сказал. Смотрите, чтобы не быть голословным, вы все это видите. Я запускаю. То есть проверяем сразу все. Вот это привод у нас. Нужно для начала подключиться к нашему коди. Все это быстро делается. Давайте проверяем. Так. Все работает. Дальше проверим вторую. Рисуй и управляй. Загружается. Отодвину немножко. Буквально вот. Давайте вот так сделаем, чтобы на месте прокрутился. Он показывает вам траекторию. Все. Все у нас работает. Отлично. Ну и проверяем код. Смотрите, нажимаю на код и нам говорят то, что платформа для программирования изменилась. И давайте ее скачаем. Собственно, нажимаем скачать. Просто соглашаемся со всем. Заходим в магазин и скачиваем. То есть я вам специально хотел показать именно то, что есть необходимость это проделать. Сейчас она установится. Просто ожидаем какое-то время и проверим программирование. Итак, друзья, открываем установленную программу. Вы видите экран приветствия. И здесь появилось самое важное для вас, как педагогов, это обучение. То есть вы можете параллельно с детьми это проходить. Ничего страшного не будет. Можете сами пройти обучение и потом параллельно с детьми еще раз. Вроде как вы уже все знаете. Тут сами сориентируйтесь. Меня интересует только программирование. Я захожу у него, нажимаю плюс. Сейчас необходимо будет подключиться. Здесь можно выбрать виртуального исполнителя. И подключаемся. Вверху, обратите внимание, в середине экрана нарисован коди и перечеркнутый знак Bluetooth. Соответственно, я по нему щелкаю, подключение, предоставляю доступ. Все. И просто подношу. Все. Сейчас мы готовы к программированию. Для начала программирования выбираем начало программы по какому-то из действий. Так, вот действие. Во-первых, точно у меня будет просто движение вперед. Мне больше ничего не нужно. И по какому событию, перенажайте на кнопку. Вот так. То есть самая простая программа. Все. Вы видите, все работает. Двигается вперед. Давайте две секунды поставим и едет дальше. Значит, все окей у нас. Нажимаем. Увы. Точно проехал дальше, чем можно. Все, друзья. Вы были на канале «Есть вопрос». Робот ожил. Поехал. Ничего страшного не было. Проверяйте обновление. Сейчас вы знаете, как производится стандартное обновление через шнурок и прямое подключение к роботу. Поэтому в следующий раз вас эта ситуация не испугает. С вами был Александр. Канал «Есть вопрос». Больше таких видео, если вам необходимо, пишем комментарии, ставим лайки. Не нравится что-то в подаче материала в структуре и впрочем – дизлайк, комментарий. Не будьте равнодушными, не будьте серыми. Поэтому всегда все, что не нравится – пишите, пожалуйста, не молчите. Это будет свидетельство о том, что наша работа вам необходима и нужно продолжать. Пока-пока. Удачи!